Привет, мои дорогие девочки! Мы сейчас погадаем с вами на такую тему, где и с кем он сейчас, девочки? Где же и с кем он, девочки, гадаем? Привет, мои дорогие девочки! Ну что, будем гадать сейчас, где и с кем он сейчас. Давайте посмотрим. Сначала найдем наших королей, на которых мы будем гадать. Итак, девочки, червовый король чей? Червовый король – это человек, мужчина, у которого вьются волосы, голубые либо карие глаза, зеленые только у крестового. Это также можете загадывать, как на карту бланку, то есть любого, в принципе, мужчину, которого вы любите, давно любите. Ну, я бы там сказала, ну, 2-3 года в основном, знаете, когда у вас любовь так длится. Особенно, если вы еще червовой себя дамой называете, тоже это очень хорошо будет. И, девочки, еще про червового что можно сказать? Если мужчина недавно вам приснился, либо он вам очень часто снится, тоже можете загадывать на червового. Так, дальше поехали. Крестовый. Крестовый – это зеленоглазый либо кариглазый. Голубоглазые очень и очень редкие. Может, 1% из 99. Я, если честно, крестовых с голубыми глазами не встречала. Это у меня уже идут другие, в зависимости от типажа девочки. Крестовый – у него тоже волосы немного могут виться. Это такой либо темно-русый, либо это уже практически брюнет. Этот человек может быть бабником, но часто он не сколько даже бабник, сколько просто он интересен огромному кругу женщин. Человек-заводила, человек в основном кармический. И часто, кстати, кармически как раз крестовыми и выпадают девочки. Ну, в общем, вы знаете, мои дорогие. Раз вы гадаете на этом гадании, кто, где, какой, король, какая вы дама и всё такое. Так, пиковый, девочки. Пиковый – это контрастный мужчина, который выделяется на фоне других людей. И сам по себе он контрастный. То есть у него может быть очень бледная кожа, какие-нибудь, например, тёмные, очень тёмные волосы. Глаза у него могут быть, в принципе, любого цвета, но если он зеленоглазый у вас, всё-таки можно загадывать на крестового. Пиковый ходит всегда в форме, работает от звонка до звонка. Форма у него может быть любая, но это, знаете, такой вот человек-дела. Крестовый он больше такой идейный, а пиковый он больше такой, знаете, практик, работящий. Вот такой, вот я обычно говорю, это типичный врач, типичный военный. Ну, в принципе, знаете, к любой профессии можно отнести пикового, когда он, знаете, живёт и дышит своей работой. Кстати, насчёт рыжих, если у вас рыжий мужчина, обратите внимание, что он тоже может у вас относиться к пиковому королю. Ну что, дальше давайте посмотрим, кто у нас ещё не выпал. Где затерялся наш Бубочка? Бубновый король, девочки, это светлоглазый, он с прямыми волосами. Он высокий, в основном они высокие, не склонные к полноте. Могут, кстати, быть и коренастые Бубновые, но у них такие, знаете, глаза уже такие побольше. Чем меньше человек ростом, тем больше у него глаза у Бубнового. Любит, знаете, ещё как определить его? Он любит возиться с бумагами, любит пересчитывать деньги. Это такой, знаете, бухгалтер, я бы даже сказала. Ну, вот такой типаж очень близок к бухгалтеру. Вот такие вот у нас короли, мои дорогие. Выбирайте, где ваш тут. И сейчас мы начнём смотреть, где и с кем он сейчас. И тоже обратите внимание, какая вы дама, девочки. Как далеко вы будете лежать от вашего короля. Что между вами будут, да, по диагонали вы, по прямой, в прошлом, в будущем, справа, слева. Тоже обратите внимание. Кстати, девочки, вот я даже в глазах некоторых людей, да, вот если я, например, гадаю на Крестового, на нескольких Крестовых я по ним, как говорится, сверяюсь. По Крестовым, как по часам. И я у Крестовых иногда выпадаю как Крестовая, а у некоторых я выпадаю как Бубновая. То есть я вижу себя и Бубновой тоже. Итак, ну что, девочки. Почему Бубновая? Потому что я как бы блондинка, да, но я с зелёными глазами. И получается, что мужчина судит, как говорится, по волосам. Выбирает женщин, например, только блондинок. Я об этом знаю, вижу, какой его типаж. Он видит меня, как говорится, Бубновой немножко. Но всё же, если выбирать по действиям, то я иду как Крестовая. Поехали, девочки. Смотрим. Вы можете это, кстати, делать дома сами, если вас что-то беспокоит, если у вас начинаются, знаете, пошаливать нервишки, хочется узнать, где ваш мужчина, загадывайте именно короля, где он, с кем он сейчас, мешайте карты. Можете ещё заговор для карт говорить. Карты четырёх мастей. Есть такой вот заговор, можно в интернете найти, да. Ну, их несколько, в принципе, есть. Я их не читаю, эти заговоры. Просто я прошу карты сказать мне, где и с кем он сейчас. Но, девочки, если вы сами будете гадать, да, карты лучше действительно настраивать. Карты четырёх мастей, 36 картей. Скажите, где и с кем он сейчас. Ну что, девочки, поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, девочки. так немного камеру сместила чтобы вам было видно ну что так девочки смотрим смотрим на первого короля слева направо у нас выпал червовый потом мы будем говорить про бубнового потом про крестового и про пикового в конце ну что смотрим где наш червовый девочки где наш червовый король чем он занят я вам скажу так по ходу у него вообще никаких планов на ближайшее будущее нет знаете живет сейчас по принципу ну что есть то есть как день пройдет так день пройдет мне такое ощущение что он еще подустал подуставший такой король выпал пики у него выпали такие знаете это это может быть осенняя какая-то хандра у него может просто уже устал как концу недели просто вот знаете ничего не планирует совершенно ничего не планирует как он будет проводить вот эти вот дни у него вот как бы по плану может идти то что было запланировано когда он был активным на сегодня на сейчасный момент да прям сейчас я вам скажу так он он вот что надо сделать он сделает но чтобы что-то выдумывать к чему-то вот стремится сейчас он ничего не хочет еще такой момент девочки может быть он приболел у вас тут могут быть кстати головные боли это может быть какая-нибудь даже простуда но причем она именно связана с головой с шеей может горлышко ему побаливает может он где-то обветрился просквозила его перемерз но что-то в этом роде то есть ему как будто бы побаливает голова и знаете мне это даже вот боль она как будто снизу вверх идет до с шейно-воротниковой зоны как бы вверх какая-то такая вот странная мигрень выпадает может он после девочки похмелье и еще такой момент снизу выпала дама крестовая и выпала нас семерка пиковой это говорит о том что девочки кто-то по нем плакал вот реально плакал либо интуиция подсказывала вот даме крестовой что что-то в его жизни происходит и слезы были связаны именно с ним может быть он кому-то обидел вот эта дама крестовая девочки это когда мужчина не выполнил какие-то свои обязательства что-то пообещал но не сделал и причем довел как говорится реально до слез кто такая эта дама крестовая если вы этой дамой девочки не являетесь возле нее выпала восьмерка червовая валет пиковый я вам так так скажу эта женщина как будто бы была в браке но давновато уже была в браке и у нее я так думаю тоже какая-то осенняя просто хандра какие-то всхлипывания насчет того что все мужчины не очень хорошие как говорится если у нее отношения с червовым как таковых именно отношений интимного плана девочки то отношений этих нету но это какие-то чувства может это быть какая-нибудь это может быть какая-нибудь бывшая которая его просто вспомнила может там где-то по пьяной леньки где-то ему написала он не ответил и вот девочки захотелось поплакать бывает такое но я вам скажу одну вещь она как-то к нему близка именно вот духовно как будто но за него очень много думает и переживает и вот эта семерка пиковая возле нее это говорит о том что она либо буквально на днях немножко всплакнула либо вот сейчас плакивает либо вот ближайшие дни всплакнет по нем и может даже как-то себя проявит по отношению к вашему червовому мужчине ничего он не планирует поверх того что он может в принципе сделать если он там где-то что-то запланировал еще заранее на эти выходные то он это конечно же сделает но вообще никуда не стремится ничего не хочет и я так думаю что скорее всего знаете как человек ляжет спать потом проснется почешется заглянет в холодильник попьет чайку там посмотрит какие-нибудь видосики да то есть активности вообще у него сейчас не наблюдается вот такой вот червова выпал дальше давайте посмотрим тот на которого падает свет это у нас с вами девочки бубновый король и давайте посмотрим что вашего бубнового тут ожидает бубняшка бубняша со всех сторон окружен мужскими картами королем и тремя валетами девочки три валюта вокруг него я вам скажу так у него сейчас повышенная мозговая активность он думает где заработать деньги он думает о ремонтах он думает о покупках может быть новой машины то есть вот все что связано с какие с бытом вот у него решение вот этих вопросов идет это может быть знаете даже уборка там какого-то своего гаража вына старых вещей с квартиры занос холодильников дома то есть вот что-то такое и он еще девочки обратите внимание что если у вас такой бубновый который склонен к азартным играм который склонен знаете каким-нибудь таким как это сказать там ну такой который не может усидеть на месте все ему надо все ему надо да я вам скажу что тут еще где-то светит какая-то афера то есть бубновый он даже думает что с помощью какого-то обмана может завладеть какими-то чужими благами то есть тут может быть назревать кстати вот именно мошенничество как она есть да но если ваш мужчина именно склонен к аферам таким потому что сильно уж знаете вот просто выброс взрыв именно вот такого адреналина для того чтобы хапнуть больше чем например а можно заработать собственными руками обратите внимание на это так еще я вам скажу одну вещь бубновый вспоминает свою женщину с которой у него был интим но как говорится последний раз когда у него был интим он вспоминает свою вот эту вот женщину и предвкушает с ней какую-то встречу даже это может добыть нисколько даже вот последний интим но я больше склоняюсь к этому сколько еще вот бубновый вот думает о женщине вот все время думает 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 я бы даже сказала что это какая-то влюбленность у него присутствует мои дорогие в будущем у него есть одна такая проблема есть и либо ему на мизинец что-то упадет девочки там маленькая острая боль его ожидает но шишку какую-нибудь набьет но я бы сказала что все таки в нижней части своего тела или девочки насчет вот этого аферизма и мошенничество то есть если у него какие-то мысли такие есть до хапнуть больше чем он может действительно во много кстати раз то я вам скажу что не хапнет он не хапнет его как говорится при струнят то есть могут быть не то что выяснение отношений с кем-то да но есть такой момент что все таки какие-то люди и обстоятельства могут как бы его поставить на место вот такой вот сейчас бубновые такие у него дела дальше мои дорогие давайте посмотрим на кого тоже падает сильно свет так тут у нас крестовый девочки крестовый 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 ну что крестовый давай посмотрим что у тебя у крестового впереди будет девочки болеть что-то такое селезенка печень поджелудочная возможно рвота возможен понос что-то с жкт и с мочеполовой выводящей системой какая-то проблема реально она его как говорится стукнет будет болеть ныть это почки простата но все что именно вы знаете и по мужской части и плюс еще желудочно-кишечный вот тракт будет болеть я бы даже сказала почему то сейчас указывает вот вот прям вижу сразу бы сказала что печень 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 да и вот мужчине как говорится надо поколоться эссенциале да как бы я знаю таких мужчин которые там попьют попьют а потом им что-то болит и они начинают коло жены им колоть эссенциале форте так вот мне аж хочется сказать что крестовому сейчас это эссенциале форте как раз таки и надо потому что вот что-то его накроет девочки вот болезнь прям рядом но это не просто хроническая болезнь а острый какой-то приступ девочки так что в ближайшее время со своим крестовым ничего таких я бы сказала дальних поездок можно не планировать и не знаете и либо обеспечить его какими таблеточками обезболивающими все остальное потому что как бы ему будет не очень хорошо девочки так ну что возле него еще выпало кроме вот такой вот острого приступа на него злится какой-то мужчина бубновый но это мужчина бубновый который как будто бы им крестовый ему либо денег должен до либо вот злится какой-то мужчина причем этот мужчина как раз таки часто вот ходит в какой-то форме мастер по ремонту чего-нибудь да это может быть просто друг знакомый с которым вот назревает ссора от того что крестовый не выполняет какие-то свои обязательства вот но это может быть кстати крестовому и письмо прийти из какой с каких-нибудь органов да то что ему куда-то следует явиться вот либо вот реально не выполняет те обязательства которые на себя он взял и на него вот кто-то злится вот так знаете вот просто злится какой-то мужчина и давайте посмотрим что него справа а справа него дома бубновая и король пиковый я вам скажу одну вещь тут идет девочки измена вот слово измена но сейчас довольно таки трудно понять измена либо это бубновая изменила крестовому либо это крестовый изменяет с бубновой либо бубновая узнает о измене то есть женщина я вам скажу так со светлыми волосами это по-любому нас светлые волосы у женщины либо это рабу это ну что-то со счетами связано с бухгалтерией как говорится да и обратите внимание что как возле него бубновый король с пиковым выпал да с пиковой картой то же самое у дамы бубновой тоже то есть как будто бы крестовой как говорится сам себе сейчас будет кусать хвост потому что немножко наворотил каких-то дел взял на себя много чего и не выполняет и я вам скажу вот как будто бы вскроется какая-то правда об измене либо крестовый изменил либо бубновая крестовому изменила водка вот что-то вот именно знаете с какими такими похождениями на стороне будут разговоры по-любому может быть это не будет касаться его дамы сердца да но вот как будто бы какие-то разговоры именно о измене будут и еще давайте что посмотрим а вообще вот смотрите до сегодняшнего как говорится момента до сегодняшнего дня если смотрим снизу карты то крестовый себя пытался вести благочестиво хорошо типа честно но как будто бы начинается у крестова вот такой вот момент когда собираются какие-то обстоятельства и события где он не будет выглядеть очень хорошо в глазах других людей причем именно каких людей в глазах бубновых именно бубнового короля и бубновой дамы и впереди это все как говорится покрывает еще и валет бубновый который выпал с пиковым тузом то есть посмотрите как какие карты вокруг во крестового да буба с пикой буба с пикой буба с пикой понимаете это как говорится что не оправдает надежды как-то к нему не очень хорошо будут относиться люди да с недоверием ну я бы не даже не сказал что будут выяснять с ним отношения но вот какие-то такие вот неприятные моменты будут испытывать именно бубновые с ним это те люди которые как-то с ним вообще связаны вот я сейчас хотела объединить бубновых но у меня не особо получается потому что каждый со своими какими-то претензиями к нему как будто знаете будет скрываться какая-то правда о которой крестовый не особо хочет чтобы она скрывалась вот такие вот дела девочки ну что дальше давайте посмотрим пикового девочки короля у пикового в принципе реально все хорошо так пиковый впереди у него будет хорошее настроение он как говорится будет здоров и весел рядом выпала бубновая гостья девочки да это либо он пойдет в гости либо это к нему в гости придут и знаете пиковому пиковый очень сейчас хорошо доносит свои мысли до других людей я бы даже сказала что либо он что такое либо пишет либо стихи может сейчас писать он у вас либо прозу либо сочинять какой-нибудь фильм либо вот как-то по-другому относиться к своей работе то есть у него какой-то новый план по развитию причем знаете у пикова есть такая черта он когда какие-то реализовывают новые свои интересные идеи которые ему в голову придет он делает это по чуть-чуть и в основном он начинает знаете как говорить об этом людям вокруг него сначала он это проговаривает до интригует и вот как раз как паучок который знаете из интриг сделал такую вот паутинку плетет ее плетет а потом как говорится начинает ловить мух вот такой вот пиковый пикового все хорошо я вам обращаю ваше внимание что ближайшее время у него будут гости может быть сегодня может быть завтра может быть были вчера то есть это гадание вот прямо здесь и сейчас вот в общем можно сказать это даже на трое суток но в основном все сбывается раньше чем трое суток девочки так насчет что бубнова еще хочется тут сказать девочки обратите внимание что и бубновые тут выпали и червовые да если бы вы выпали возле пикового пиковые это было бы это было означало бы интерес именно короля пикового к этой бубновой даме но я смотрю что она первая какую-то инициативу по отношению к нему проявляет причем эта женщина чем чем-то очень сильно кардинально от него отличается тут вот знаете сложно вот если эти два человека будут идти по улице то сложно назвать их парой да и может это будет даже какое-то удивление вызывать так что девочки обратите внимание вот если вы знаете какая дама возле него есть я бы не сказала что это какая-нибудь знаете любовница либо еще такое вот что-то тут такая вот женщина которая реально когда от него очень сильно отличается и и сразу не скажешь что это может быть пара но дама проявляет инициативу к вашему пиковому королю и я так думаю знаете какая-то даже вот поверхностная влюбленность не зная человека вот чтобы я тут сказала если вы сами бубновая дама девочки то я вас поздравляю вы выпали в паре со своим пиковым вот девочки сейчас в конце как говорится обратите внимание где какая дама выпала по отношению к своему мужчине где вот крестовая дама вот бубновая вот червовая вот пиковая девочки можете даже вот посмотреть где по отношению какому королю вы выпали далеко ли близко ли просто на это обратите внимание ладно мои дорогие вот такое вот было гадание продолжаем с вами гадать дальше